судебно-правовой системы. Я вижу три основных риска в этом процессе. Не будучи юристами, я даю только политические оценки. И тем более не перехожу на личности, говорю, что вот этот достоин, этот недостоин. Риск номер один – физический недостаток кадров. Просто физический, не потому что они плохие, а потому что их мало. Второй фактор – это сознательный саботаж со стороны людей-плохотнюка, которых еще очень много. И третий фактор – это некоторая нерешительность новой власти. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что парламентское большинство и правительство могли бы быть решительнее в этой ситуации. И, скажем так, иногда в контексте, опять же, возвращаясь к этому, в контексте декларации о захваченном государстве можно взять на себя ответственность, пойти на некоторые превышения правовых норм, рамок, исключительно ради того, чтобы эти правовые нормы больше нигде не нарушались. Это в некотором смысле такие зачаточные элементы переходного правосудия. Мне, к сожалению, не хватает времени заняться этим, хоть как-то изучить эту тему, просто ради интереса. Я убежден, что в этой ситуации, когда мы еще находимся в захваченном государстве, давайте не забывать, парламент не отменил свои декларации. Он не сказал, что вот время прошло, наши государства больше не захвачены, идем в отпуск. Мы все еще в формальном захваченном государстве. Значит, у нас есть правовые и политические основания действовать более решительно, чем вот сейчас, все время тыкая в какую-то букву закона. Давайте действовать более решительно. Поэтому этот третий фактор, пожалуй, по сложности перекрывает первые два. Потому что первые два можно преодолеть как раз чисто правовыми методами, если очень постараться. А вот третий фактор – нерешительность. Тут нужна политическая воля. Тут нужно понимание того, что есть вещи, которые, может быть, в законе и не прописаны, но они объективно необходимы в стране. И более того, у нас есть кредит доверия от населения. Минимум две трети, а то и 70-80% населения хотят...